Итак, соответственно, лиминальная природа сна. Мое выступление сегодня будет посвящено рассмотрению природы сновидений, причем в достаточно необычном рафорсе, который я обозначил в теме доклада как лиминальный или пограничный. Однако, в чем его особенности, я скажу немного позже, так и хотел бы перед началом своего выступления представить небольшую апологию к предпринятой моей попытке изыскания в области сущностной природы сновидений. Не являясь психоаналитиком, я рискнул внедриться в данную область, вовсе не претендуя на открытие каких-то новых методов интерпретации сновидений в анализе, и тем более каких-то новых психотерапевтических техник. К сновидениям меня привел не праздный интерес, а многолетнее изучение природы творческого процесса прежде всего композиторского творчества. Одно из основных тем моих научных интересов. Но проблема оказалась значительно более обширной и выходила далеко за рамки художественного творчества, что и заставило меня более серьезно ознакомиться с тем, как современное научное сообщество специалистов трактует сновидения, и чем это может помочь мне в моей исследовательской работе. Однако основным материалом для моих изысканий в данной области послужили прежде всего мои собственные сновидения, их многолетний сбор и детальный самоанализ, и лишь во вторую очередь корпус текстов, посвященных интерпретации сновидений, как исторических, начиная с Древнего Египта, так и современных научных, вплоть до работ ныне живущих и практикующих аналитиков. Не прошли ни моего внимания ни классические фундаментальные работы Зигмунда Фрейда, Карла Густафа Юнга и Марьюн Гелизефон Франции. Но, несмотря на то, что я начал свое сообщение с указания источников, на самом деле ни этих книг, ни конкретных снов анализировать я в данной работе вовсе не собираюсь. А хочу выйти на уровень значительного обобщения и выдвинуть одну гипотезу относительно сущностной природы сновидений, а также как, исходя из данного предположения, с нами можно работать в творческой и обыденной жизни. Хочу сразу же оговориться, что мой подход сугубо просто-патриотский. И я вовсе не собираюсь предлагать вам какую-то целостную и всеобъемлющую теорию, скорее наоборот. Моя цель – представить сновидения таковыми, какими они еще не рассматривались в дополнение к тому, что наука и так знает о снах, а не в качестве противопоставления базовым научным концептам. Я не собираюсь помещать сновидения в прокрутского ложа непротиворечивых теорий. Я знаю сам, что в моем мнении по данной проблеме много противоречий, как много их и в самой жизни, и тем более в объекте моего исследования человеческих снах. Но противоречивые теории – это и есть современные теории. То есть теории, не претендующие на истину в последней инстанции. Так как прежде чем создавать непротиворечивые концепции, нужно быть уверены в верифицируемости самого метода подобных концепций. А главное – в методе верификации. Так что не будем стараться утереть нос Гёделю или играть в жмурки, закрывая глаза на неудобные для нас факты. А посмотрим на проблему современную. То есть с точки зрения методологии, осознавая, что мы находимся лишь в зоне методологического подхода, и говорим только о нашем взгляде на природу сна, а не о сновидениях, какими они есть сами по себе. Последнее не может знать никто. Итак, начнем. В современной науке существует множество концепций сновидений. Так, в психологии базовыми считаются два классических подхода, стомулированные и изложенные в трудах Зигмунда Фрейда и Карла Акустова Юнга еще в первой половине XX столетия. Эти подходы по сути свои не только разные, но и во многом противоположны. Это редукция сновидений, их расшифровка как попытка обойти внутреннего цензора у Зигмунда Фрейда и амплификация, попытка восстановления целостной ситуации сна, привлечения символных параллелей к представленному во сне архетипу у Карла Акустова Юнга. С другой стороны, баррикад находится распространенное бытовое мнение о бессмысленности снов, сосуществующие, однако, в народе с дикими суевериями, изложенными в банальных сонниках. Истории которых, судя по всему, не одна тысяча лет. Как же примирить столь противоречивые взгляды? Ведь действительно, с терапевтической точки зрения, действенными показали себя и концепция Фрейда, и концепция Юнга. К слову, есть и более новые модели работы с сновидениями. Великолепные книги Марии Мильзе фон Франц, школа архетипической психологии, французская школа, в том числе Жорж Ромео и другие. Но, несмотря на солидный объем научных трудов, посвященный интерпретации сновидений, часто сон действительно ничего не значит. И даже классик научного подхода к исследованию сновидений, Карл Густав Юнг, говорил о наибольшей значимости в анализе некоторых определенных, как он говорил, больших снов и меньшей значимости, если не сказать незначительности, других снов, зачастую просто наполненных даже непереработанными осколками воспоминаний о прожитом дне. Так имеют ли сновидения смысл? Или может быть правы те, кто вовсе отрицают смысловое значение сновидений? Ведь сон действительно может быть бессмысленным. И часто он таковым и является, представляя собой просто воспоминания того, что было вчера или на днях, без какого-то глубокого переосмысления или погружения в ну реальность. Попробуем разобраться в этом не через поиски смысла сновидений и попытку найти точку отсчета в определении значимых снов, их отгораживания от незначительного, а через противоположную попытку выяснить, что может нам дать позитивного с точки зрения науки концепция бессмысленности сна. Как правило, люди путают две совершенно разные категории. Отсутствие смысла с отсутствием ценности. Однако из отсутствия одного вовсе не вытекает отсутствие другого. Особенно в решении терапевтической задачи, которые перед собой, как правило, стали предупреждены психологией. В большинстве определений слова «смысл», в том числе и классических, у Фреге или у Витгенштейна, он основывается и связывается с понятием «контекст». То есть это предмет в контексте. Приведу в качестве современного примера понимания смысла цитату из новой философской энциклопедии. Смысл – это сущность феномена в более широком контексте реальности. Исходя из логики русского языка, само слово «осмысление» – это придание чему-то смыслом. «Осмыслить» – то есть наделить смыслом. А так как сон до его рефлексии в анализе не усмыслен по определению, то он действительно может рассматриваться как явление бессмысленное или то, которому еще не был установлен некий смысл. Что же подобный взгляд на сновидение может дать нам для наших научных изысканий? На самом деле очень и очень много. Мы знаем по работам Мишеля Фуко, Томаса Куна, Славуя Жижека и других философов недавнего времени и современности, насколько тесно связано наше представление о реальности с языковым полем или дискурсивным полем, в котором мы находимся и через призму которого осмысляем реальность. Таким образом, смысл как таковой, как явление опосредованное, возможен лишь в контексте определенной эпистемы, дискурсивной формации или научной парадигмы. По сути, эти термины асиноменничны. С одной стороны, такая парадигма или дискурсивная формация, как система координат, помогает нам быстро приспосабливаться к ситуации, так как наши жизненные ситуации, как правило, являются типовыми. С другой стороны, она всегда связана с понятием власти и контроля над нами, как ограничение свободы видения. Дискурс по решению фуко – это то, что создано из совокупности знаков. И любой дискурс есть своего рода клетка, своими границами устанавливающая и границы воспринимаемой и выражаемой с его помощью реальность. Так как вне дискурсивных практик объекта, как объекта познания, вовсе не существует. То есть, если называть вещи своими именами, получается, что современная дискурсивная формация незримо доминирует над нами, над нашей свободой видеть что-то иначе, навязывая нам то, о чем и как мы будем думать. Так как для того, чтобы думать по-другому или о чем-то ином, нужна другая дискурсивная формация или эпистема, которая, однако, неизбежно привнесет и свои ограничения. И так до бесконечности. Тут можно вспомнить работы великих европейских мыслителей Жака Деррида и Джорджа Агаммена, много рассуждавших на эту тему. Возможно, самую актуальную тему современной философии и философии науки. Давая нам преимущество в быстрой адаптации, эпистема или мегаконцепт не позволяет нам быть инициаторами чего-то вне причинно-следственной логики внутри данной эпистемы. Или, как это любил называть слабой шишек, идеологией. И если бы все было именно так, а доказательная база у работ, посвященных парадигмальному или дискурсивному мышлению человека, великолепная, имеющая более чем полувековую научную историю, то мы бы оказались в механистической модели человеческого мира, где действительно, как в представлении мыслителей нового времени, люди бы были лежит винтиками огромных космических часов. Весь мир превратился бы в машинерию, а человек был бы полностью детерминирован, победоносно шерствующий на своих костылях слепой судьбой. Человек в таком мире был бы полностью подчиненным. Во-первых, причинно-следственными связями ситуации во внешнем мире, а во-вторых, своей внутренней физиологией, своей физиологической конституцией, берущей начало в ДНР. Однако, большинство ученых не считают, что ситуация настолько критична для человека, и что человек все-таки может что-то решать в своей судьбе. Ну, кроме некоторых изощренных фанатов строгой и непротиворечивой науки, таких, как представители нового бихевиоризма, вроде Дэниела Дэннета в США, или новой когнитивистики Томаса Меттингера в Европе. Людей, по сути, о сомневающихся существовании даже самого ядра индивидуального ядра. Впрочем, как мы отлично знаем из работ того же Томаса Куна, парадигмы или эпистемы Мишеля Фуко, исторически сменяют друг друга. Фуко выделял, к примеру, две эпистемы. Ренессансную, классическую и современную. Также известно, что дискурсивные практики, распределенные по определенным областям, тоже сменяют друг друга. И из этого так и хочется сделать вывод, что человек все же способен как-то повлиять на смену парадигмы, как и на выбор того или иного дискурса, наиболее адаптивно пригодного. Ведь происходят же научные революции, коль скоро эволюционирует даже сам язык. Но тут встает ряд вопросов. Откуда у человека появляется сама возможность повлиять на парадигмы? Откуда берутся силы совершить научную революцию? Отчего развивается сам язык? Не только научный, но и художественный, а также бытовой. Ответов на такие сложнейшие вопросы может быть несколько. Первый из них. Парадигмы имеются в углу логику существования и, условно говоря, старея уступает место другой. Человек в данном представлении является скорее наблюдателем, чем деятелем. Эта концепция могла бы быть названа термином Дэниела Дэйкета «картезианский театр». Другой ответ на поставленный вопрос можно назвать диалектическим. Его суть в том, что парадигмы и пистемы сменяют друг друга из-за перемещения сферы действия различных дискурсивных практик и их взаимопроникновения. В данном случае человеку также отходится весьма мало места, так как действовать в истории развития парадигмы будут не отдельные люди, но массы людей, их перемещения и род их деятельности. Третий же ответ, на наш взгляд, является наиболее убедительным, что немаловажно и более гуманистично. Его главным положением будет то, что человек эпизодически имеет непосредственное восприятие бытия, не обусловленное смыслом, то есть вне идеологии. И такое видение бытия он воспринимает через сновидение, как отражение бытия такого, каким оно есть вне переменующей истины. Это и позволяет человек постепенно взламывать парадигму и переходить к новой, более адаптивно пригодной. Это значит, что сон, как лишенный осмысления феномен, дает нам возможность заглянуть под вуаль обыденной реальности, приподнять полог покрывала и силы матрицы Майи и увидеть мир другими, в каком-то смысле нечеловеческими глазами. Ведь если верны предположениям ученых о том, что сон есть понижение ментальной активности, то мы видим сны так, как, предположим, развитые человекообразные, вроде неандертальцев или кроманьонцев, видели саму реальность вне сна, но только не древнюю реальность, но реальность современного человека. Интересно оказывается то, что, как правило, во сне мы действительно включены в реальность сна, то есть мы не способны ее рефлексировать, осознавать ее странность, непоследовательность и так далее. А когда такое редкое сознание происходит, сон перестает быть для нас чем-то сущностно отличным от нашей повседневной реальности. То есть, как правило, во сне мы оказываемся включенным в открытое нерефлексируемое бытие, как включены в него животные, согласно исследованиям якобы фон Юкскеля. Но такая временная потеря осознанности человеком во сне сущностно отличается от животного существования. Во-первых, тем, что она именно временная, а во-вторых, тем, что таким образом мы воспринимаем все же человеческое, а не животное бытие. Мы живем внутри человеческой культуры, и мы ежедневно находимся в мире людей. Даже тогда, когда мы находимся в отдалении от самих этих людей на сотни миль, мы все равно рядом, так как мы сами являемся представителями человечества как такового, и посредством интроекции человечество всегда незримо присутствует в нас. В таком случае получается, что через работу сна человек способен взглянуть на себя, не прибегая к методам дискурсивных практик, то есть вне смысловой парадигмы, и увидеть свою реальность такой, какая она есть, или по крайней мере увидеть ее в ином, предельно непохожем на привычное осознанное состояние света. Я считаю, что именно эта лиминальная природа сна, его пограничность с миром вне системы смысла, и создала сновидением крайне дурную репутацию в научной среде. Достаточно вспомнить о смеянии научным сообществом первого издания толкования сновидений Ельбурда Фрейда. Ведь если обострить этот конфликт, получается, что сон в каком-то смысле противоположен науке, так как наука является представителем и выразителем парадигмы как таковой, то есть наука есть представитель контекстуального, опосредованного смысла, а сон – чистое или почти чистое отражение бытия как такового, или с точки зрения типа дискурсивной формации – небытия. Или, по крайней мере, иного бытия по отношению именирующей вести. Тут не лишним будет напомнить одну из основных тем философии на протяжении всей ее истории, различия между дискурсивным, дискретным мышлением, продвигающимся от слова к слову в описании явления, и интуицией, сразу охватывающей целое целиком, не расчленяя его на части. Первое – ближе к пространству бодрствования. Второе – к пространству сна. И все же, верна ли наша концепция бессмысленности сна? Ведь сновидения многие годы анализируются психологами, и такие анализы имеют сущностной и многократно засвидетельственные терапевтические эффекты. Более того, юнгианские аналитики могут напомнить о том, что существует феноменсинхрагия, а также определенной соразмерности как прошлого, так и будущего сновидения у пациента. Как же разрешить данное противоречие с идеей бессмысленности пространства сна? Или это противоречие является лишь кажущейся? Нам представляется верным второе. Дело в том, что практически всегда, когда мы начинаем вспоминать сон после пробуждения, происходит его рационализация, его описательное включение в дискурсивную практику, в нашу мировоззренческую концепцию. Так как зачастую хорошо запомнившийся сон, особенно если он относится к группе тех сновидений, которые Юнг называл архетипическими, представляет совершенно иную реальность, чем реальность окружающего нам обыденного мира, и по причине инаковости такой сон быстро демонтируется сознанием, переводится в модус причинно-следственных отношений с привкусом чего-то глупого и странного, то есть лишенного ценности. Вот отсюда очевидно и пристекает идея Сегмунда Фрейда о бдительном внутреннем цензоре. А ведь гипотеза Фрейда была высказана задолго до появления концепции парадигмального мышления. Это гениальная пинклица автора. По причине типичного для человеческого сознания дискурсивного прочтения воспринимаемого, или в нашем случае искажения иномирной природы сна, ключевым моментом в анализе сновидения является правильный подход к самому осознанию сна, верный подход к вспоминанию сна. Это вера в его причудливый мир, в недискурсивный мир, мир столь же реальный, что и мир нашего подростка. Такой взгляд позволяет взаимодействовать с миром сна, а значит увидеть не только сны, но и саму нашу так называемую объективную реальность под руку, без очков и пистины. Говоря верный подход, я понимаю прямое прочтение слова верный, то есть принятие реальности сна как таковое. Верность всем выраженным во сна элементам, их пространству, их временному или причинному реалу, каким бы странным он нам ни казался. Но не подлежит сомнению, что даже простое вспоминание сна, как контакт с пограничным иным миром, уже влияет на наш обыденный сознательный мир. Однако такое влияние является лишенным нашей индивидуальной инициативы, нашей сознательной воли в созидании. Мы остаемся лишь исполнителями, а не постановщиками той пьесы, в которой играем. Вспоминая сон и не осознавая того, что мы работаем по сути в модусе творения реальности, мы попадаем снова в зону случайности и оказываемся пленниками докуса. Отсюда и нет никакого противоречия в том, что концепции Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга зачастую противоположены в интерпретации снов. Это говорит о том, что цель этих исследователей была не онтологическая, но терапевтическая, даже если сами ученые этого и не осознавали. В таком случае психологическая интерпретация сна – это не расшифровка послания, но творение смысла, наделение бессмысленного пространства сна тем значением, которое может оказать постепенный терапевтический эффект. Причем в каждом конкретном случае индивидуально, особенный. Таким образом, исходя из нашего предположения, получается, что сон есть то единственное или почти единственное, что существует в нашем мире вне смысловой парадигмы. И грамотная интерпретация снов позволяет преодолеть порочный круг причинно-следственных связей психического заболевания или выйти за рамки действия законов какого-то внутреннего комплекса. И тут роль профессионального аналитика-психотерапевта огромна, так как самостоятельно сделать то же, что возможно сделать в анализе, очень сложно. Хотя и не скажу невозможно, ведь есть же красная книга Юнга, которой он, по сути, сотворил заново самого себя. На мой взгляд, самоинтерпретация сна считается в глубинной психологии малоэффективной лишь потому, что нужно знать, какой недостающий в жизни данного человека смысл необходимо привнести в пространство сна, дабы добиться нужного терапевтического эффекта. А для этого нужен взгляд стороннего и крайне квалифицированного наблюдателя, такого как профессиональный психоаналитик. Ведь чтобы порвать порочный круг комплекса, нужно для начала хотя бы осознать, что он вообще существует. Но это все в большей степени относится к психопатологии, чем к процессу индивидуации. Наша же задача и вовсе не психотерапевтическая, а сугубо антологическая. И мы пойдем дальше. Каждый человек неосознанно черпает из снов бессмысленное и вспременная сны осмысляет его, хотя бы фрагментарно. Тем самым неосознанно воздействует на эпистему своего времени. Если такое предположение относительно стахастического воздействия снов каждого человека на существующую эпистему верно, то из этого следует, что сама данная не пистема развивается в случайном направлении, а значит, по сути своей аморфно, и не имеет какой-то конкретной цели движения. То есть телеологическая концепция здесь не работает. Из этого представления о господче случайности и рока во многом и вытекала механистическая модель Вселенной, особенно и типичная для эпохи Просвещения и следующих заимных десятилетий. В данном случае действительно, если несчастному человеку случится попасть против движения такой рыбы, то она его просто раздавит. Как в моральном, так, возможно, и в физическом плане. Ведь юнгианская синхронистичность – это вполне научный концепт, о котором мы еще сегодня поговорим. Но именно в такой аморфности развертывания эпистемы и кроется ключ, который может помочь человеку перестать быть винтиком в огромной машинели, а начать двигать всю мировоззренческую систему в нужном геносовом направлении. И такой ключ, такое средство дано каждому – это наши сны. Придание смысла сна, сна рассмотренным непредвзятым взглядом, запускает механизм движения эпистемы. Когда человек осознанно творит свою реальность, через наделение бессмысленного смысла даже маленький толчок в одном направлении может сыграть боль странного аттрактора и запустить движение всей идеологии или смысла ценностной системы в определенном направлении. Ведь через сны предположительно мы видим открытое по Агамбину или не сокрытое по Хайдегеру то есть бытие само по себе. Не случайно по этой причине все видные психоаналитики придавали такое огромное значение интерпретации сновидений. Не случайно Карл Густав Юнг многократно призывал прислушиваться к двухмиллионлетнему человеку, который приходит и советует нам в наших снах. Не случайно и то, что голос снов часто расценивался в истории человечества как голос самого Бога или Богов. Ведь именно во снах мы часто можем наблюдать вещи с внечеловеческой точки зрения. Вещи, представленные по-иному. На этом очевидно основаны и практика алхимии, а также мантики и магии. Я объединяю эти понятия, так как при таком ракурсе рассмотрения очень сложно отделить предсказания от творения будущего. Напомню, что по мнению Мишеля Фуко, вне дискурсивных практик объект не существует. А значит, осознавая то, что прежде находилось вне зоны сознания, мы в строгом смысле слова творим эту вещь. То есть, по-моему, осознавая мир, мы творим этот мир. Или как написано у Моисея, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть, до называния света его не было так, как его не было в дискурсивной языковой практике, если применить системный Мишеля Фуко к тексту книги-книг. Или как написано у Иоанна, в начале было слово, из чего также можно сделать вывод о том, что до появления слова не существовало и самого начала. «Было лишь тоху в обоху наших бессмысленных сновидений. Мир вне эпистемы, тотальное включение в бытие, по сути своей непрерывность бытия животного существовала». Или как писал Хайман Штейнта, у животного есть память, но нет воспоминаний. Или, перефразируя немецкого философа, можно сказать «У животных есть сны, но нет сновидений». Но вернемся к алхимии, как еще одному примеру работы сходной с работой сна. Базовое описание столь стучностных для алхимии понятий, как «прима материя» и «камень философов» сводится к следующему. Первоматерия, так же как и камень, есть везде, но никто ее не замечает, хотя и видят постоянно, а так же, что это и есть то, что обычный человек сочтет за экскременты или грязь. Но тут же адепты древности предупреждали «Но все же в навозе не ищи его, иначе испытать тебе позор великий, когда б ты занялся подобной ерундой, то высмеем ты будешь всей страной». Это цитата из Кабалы Михельшпахера. Я правильно произношу это слово, это два совершенно разных слова, не путать с иудейской Кабалой. Кабала происходит от того же слова, от которого знаменитое слово «кабалеон», то есть «конь». В русском слове с «конем» также связано «знать», это «ку», «князь» и «ой», то есть они имеют родственные корни. То есть это знание аристократии Кабала. Также, кстати, в русском языке весьма интересны однокоренные слова «знать» как сословие и «знание», как «ползнание». То есть Кабала, в отличие Кабалы, как предание, это знание мудрецов, знание аристократии. Мы вернемся к нашим баранам. Разве эти намеки не есть указания на то, как из по сути своей бессмысленного алхимики создавали смысл? Ведь открытое бытие, то есть бытие, не наделенное человеческим смыслом, действительно есть везде. И оно, как бессмысленное, действительно считается людьми, лишенным ценности. Отсюда и сравнение с грязью или с экскрементами. Но именно такое бытие и есть высшая ценность, так как именно бессмысленное бытие, чистое от идеологии, может быть наделено любым, хоть самым высоким смыслом. Таким же образом я рассматриваю и сами книги адектов искусства. При всем при том, что многие предпринимали и предпринимают попытки интерпретации алхимических трактатов, как строго научные, так и фантастические, однако все эти противоречивые попытки не есть и лишь предание смысла изначально бессмысленному тексту, который создавался или скорее подчерпывался из сновидений адектов и делали именно в расчете на его бессмысленность или чистоту от парадигмы, а значит открытым для осмысления. И если рассматривать алхимические рукописи в таком контексте, то следует признать, что Карл Густав Юнг, несмотря на то, что он не разбирался в тонкости алхимических процессов, которые, согласно научной версии, а подчас были обозначены в анализируемых им алхимических рукописях, тем не менее уловил то самое главное, что было в работах алхимиков, стремление наделить бессмысленно необходим смыслом. А то, что в снах таких мастеров искусства были химические вещества, сульфур, ртуть, соль и т.д., так это просто указывает на то, что эти люди по роду деятельности были ранними химиками. Ведь каждый чаще и мало видит в своих снах то, с чем ежедневно связан, но во сне он видит это совершенно по-другому, чем в бодрствующем состоянии. Так что доказательство того, что алхимические тексты это лишь шифровка химических процессов и их соединение ничего не доказывает относительно природы самих этих текстов, даже если в них действительно можно найти описание точных химических процессов. также, если рассматривать дискурс алхимии именно как дискурс лишов и дискурса, то из этого вытекает еще одна важная идея, что ни один адепт не обманывал читателя, обещая в предисловии точно дать ему в пользование средства для отлучения камня. Однако в десятках, если не сотнях сохранившихся текстов, как раз нет ни одного внятного рецепта. Неужто сотни известных людей, из них, к примеру, такие как святой Фома Аквинский, просто дурачили незатейливых читателей и тратили столь ценный пергамент на баловство? Как-то уж очень это маловероятно. Скорее, каждый из этих адептов в каждом своем трактате действительно давал нам не только средства для изготовления камня, но и сам камень. Каждая такая книга и была сама камнем мудрецов. Будучи столь же бессмысленным, как наши сновидения, а скорее всего из них и подчеркнутая, книга алхимика была не руководством, но средством по преобразованию всего неблагородного в благородное. То есть средством по преданию не антромонорфному миру тоху-вагоху, человекоразмерного вида Адама Кадмона. Не просто случайного творения, но именно осознанного творения мира таким, каким его представлял себе адепт. Но если вы читали хотя бы один алхимический трактат, вы сразу же вспомните, что чуть ли не на каждой странице будет рефреном звучать фраза, что книгу эту нельзя давать руки непосвященной. Отчего же такой запрет? Неужто та книга, которая может превращать свинец в золото, не сможет из глупца сделать ученого мужа? Или именно этого и боялись алхимики, боялись конкуренции, боялись утратить свой высокий интеллектуальный статус? Вот тут-то мы и подходим к тем проблемам, которые могут возникнуть при работе с бессмысленным. Дело в том, что сталкиваясь с бессмысленным пространством, будь то пространство алхимическое или пространство сна, человек созидает новый смысл. И то, как он его созидает, творит новую причинно-следственную цепочку, которая далее будет двигаться уже по заданным новым законам. И вовсе не обязательно, что если человек думает, что он созидает что-то прекрасное, это не приведет его к катастрофе. Упущенная мелкая деталь, неправильное понимание своей роли в данной ситуации, действующих сил самой ситуации. И все. Человек становится жертвой самого же себя. Отсюда очевидно и проистекает панический страх обывателя как перед магией, так и зачастую перед глубиной психологией. Считается, что капнув в глубину человеческой психики или в мир запредельного, можно подписать себе смертный приговор, или физический, или по крайней мере психический, как утрату своего сознания. И подобные предубеждения на самом деле не безусновательны. Соприкасаясь с нуменозной, лишенной человеческого смысла реальностью, человек обычно включает ее в дискурсивную практику. То есть интерпретирует. Но делает это не о собственном плане. А значит, не ведает, что творит. В таком случае он подобен мартышке с пистолетом, так как запускает действия тех процессов, которые не может контролировать. Что еще раз свидетельствует о колоссальной ответственности, которая лежит во психотерапевте, когда он анализирует свой пациента. Каждая неверная интерпретация может привести к ухудшению, а то и вовсе к фатальному результату. К столь же фатальному результату могут привести и работа, не посвященного с глубокими алхимическими или магическими практиками. И именно от такой катастрофы пытались уберечь парафоническое сознание адепты средних веков. Заглиная не давать гримуарной руки тому, кто не уверен в делании, тому, кто не наставлен учить их. Однако цель нашей работы не отпугнуть от исследования феномена сотворения смысла из бессмысленности, а наоборот направить внимание научного сообщества на эту проблему, так как польза от ее верного решения во сто крат превышает те риски, которые с ней связаны. Ведь решение этой проблемы может изменить не только образ мысли человека, но и его повседневный быт. Попробуем конкретизировать ситуацию и привести следующую бытовую картину. Один человек приходит к другому с предложением сотрудничества или с каким-то ходатайством. И если ответ последнего заранее не предопределен какими-то существенными обстоятельствами, а находится примерно в зоне 50 на 50, то выбор того или иного ответа будет зависеть от миллионов мелких деталей. От внешнего вида просящего, от его манеры говорить, от времени, в которое он говорит, скорости речи, порядка слов, положение его рук и много во время беседы и так далее до бесконечности. Однако маловероятно, что кто-то из существующих на земле людей может контролировать эти миллионы параметров на сознательном уровне. Большинство мелких телодвижений, к примеру, происходит в контексте ситуации или комплексно, как вы сами по себе. Но от того, какой смысловой вектор будет задействован в данной ситуации, вам другом будет зависеть и ответ того человека, к которому обращена просьба. Вот вам и синхрония. Человек, интерпретируя свой сон, получает впоследствии позитивный или негативный ответ в сознательной, обыденной жизни. Так как на всех уровнях своего бытия, как сознательного, так и ситуативного, неосознаваемого, будет делать всё для достижения поставленной цели. При этом не следует впадать в легкомыслие и думать, что если человек натануне, знаменательной для него встречи, проинтерпретирует свой сон как ответ «да», он обязательно получит ответ «да». Конечно, всё намного сложнее. Важно последовательно устранить через интерпретацию снов всё то, что мешает человеку развиваться, жить и работать. Создать себя таковым, каким человек хочет себя видеть. То есть увидеть через пространство сна свои недостатки, попытаться их устранить или принять их, и таким образом обрести себя в этом мире. Тогда верно, в вышеизложенном смысле верно, проинтерпретированный сон действительно будет способен запустить целую череду событий, приводящих к нужному результату. На этом принципе основаны все магические системы. К примеру, бесконечное перечисление так называемых варварских имён в средневековых гримах, не есть ли эта попытка вырваться за пределы к бессмысленности чистого бытия, ограничив воздействие доксы на мага спасительным кругом на земле. Созидание нового смысла, сотворение нового молодого мира из мира обветшавшего – это и есть то, что шаманы и маги практики всех времён творили, как великий ритуал или делами. А так как ни одно событие для нас ничего не значит само по себе, но лишь внутри ценностной системы, то нетрудно догадаться, сколь многого можно добиться переосмыслением или перестановкой составляющих внутри этой ценностной системы. Однако, этим работа со сновидениями не ограничивается. Да, выйдя из одной единственно доступной для нас эпистемы или матрицы, если вспомнить знаменитый блокбастер, мы можем переосмыслить реальность и создать её иной, по-новому организовав ценностные уровни и значения отдельных ситуаций. Более того, так как в мире, согласно тому же Мартину Хайдеггеру, на самом деле происходит всё и вся одновременно, просто мы в силу ограниченности нашего восприятия имеем определённые доминанты восприятия и обращаем внимание лишь на то, что определяется либо современной нашей эпохе эпистемы, либо входящими в неё локальными, этническими или профессиональными речевыми практиками, либо неким сплавом дискурсов, называемым условно нашим мировоззрением. Таким образом, переосмысляя саму мировоззренческую модель с чистого листа открытого бытия, мы можем, условно говоря, влиять и на весь воспринимаемый нами мир. Тут и кроется природа синхронии, ведь мы начинаем замечать явления, которые раньше не замечали, так как были под диктатурой определённые идеологии или эпистемы. Но заметить и создать – это на самом деле одно и то же. Так как то, что оставалось ранее за кадром, не существовало для нас, для нашего сознания. Так мы уже приняли в качестве одного из положений, что эпистемы не имеют цели и направления, а значит аморфно. В таком случае, если целенаправленно заниматься смыслотворчеством и постоянно решать одну за другой задачей пересотворения окружающего нас мира образа, весь мир в прямом и вовсе не аллегорическом смысле может подчиниться этому императиву и начать двигаться в направлении воли мага. Так как у аморфной эпистемы нет цели двигаться в каком-то конкретном направлении. И сильная воля, а главное знание как, может повернуть её практически в любом направлении. Не случайно Карл Кустав Юнг категорически запрещал в работе с так называемым активным воображением представлять конкретных людей. Так как активное воображение это и есть по сути магическая работа. То есть так реально можно было навредить самым настоящим живущим рядом людям. А более того, прежде всего навредить самому себе. Примерно на этом же принципе основаны и предсказательные практики всего мира. Их сила в попытке вырваться в зону бессмысленного, в зону случайного. И осмыслить это так, как если бы это случайно имело прямое отношение к будущим или прошлым событиям. Думаю, сейчас только совсем невежественный в современных философских концепциях человек может отрицать то, что прошлое тоже меняется. Так как факты сами по себе не значат практически ничего. Значит только их ценностное соотнесение между собой. То есть дискурсивная практика. А она даже в исторической науке все время меняется. Меняя и предмет своего исследования. Прошлое. Но сами по себе мантические практики я бы не стал отделять от практик магических, так как предсказание и созидание нового будущего или прошлого. Это на самом деле почти идентичные понятия. От того-то у большинства обывателей и присутствует суевернейший страх перед предсказанием, будто предсказанную судьбу нельзя изменить. И в этом тоже есть и зарядная доля правды. Я уже упоминал об опасностях негативной, несознательной интерпретации бессмысленного бытия. Примерно то же происходит и в данном случае. Человек, которому провели ритуал дивинации, то есть с нашей точки зрения проинтерпретировали бессмысленное открытое бытие, к примеру, через положение палочек тысячелистника или полет птицы. Получают послание, но это послание оказывает на него деструктивное действие. Ему говорят, к примеру, что не пройдет и вода, как он погибнет. И вместо того, чтобы вырваться из этой смысловой системы, он в силе своими действиями будет изо всех сил способствовать исполнению данного предсказания. И с большой долей вероятности оно так и исполнится. Так как, находясь в зоне эпистемы, если не доксы, это еще более низкая форма знания, и не способный вырваться из нее, у такого человека вообще нет выбора. Причем нет выбора по существу, так как не было и до предсказания. Он просто щепка, плывущая в потоке случайных ситуаций. Да, он может инициировать развитие событий через предсказания, но это не отменяет прежние их случайности. По сути, жизнь его может меняться, но в ней неизменно остается неосознанность, а значит безволие, бессилие что-то поменять в необходимом человеку направлении. С другой стороны, может произойти две иных вещи. Первая из них заключается в том, что предсказание это не будет воспринято, как послание из знаменозного мира бессмысленно. И ничего не изменит в системе взглядов человека. И он так и останется все в той же зоне первичной боксы. Такой непробиваемый нуменозный тип встречается достаточно часто. Но на самом деле он мало чем отличается от первого мира, так как он также не может быть хозяином в своей жизни. Ведь он находится в единой системе взглядов, в матрице. Ему не из чего умирать. Вторая же вещь, которая может произойти с человеком при предсказании, это то, что приняв глубоко послание, он попытается преобразовать ситуацию настолько, чтобы предсказанного не произошло. К примеру, если должен умереть такой-то он, то если он сам станет иным, то он не умрет. Проиллюстрирую это на примере карт Таро и Святого Древа Эцхайна. Если человек вытягивает карту, значение которой ему крайне неприятно, и хотелось бы избежать, есть отличный некогда продуманный мой метод. Нужно найти, где на Святом Древе находится эта карта. К примеру, 5-х кадисков, знаменующая собой потерей или нужду. И выбрать ту ситуацию, воплощенную картой Таро, в которую человек хотел бы прийти. Ну, к примеру, 6-х кадисков, олицетворяющая дар и благосостояние. После чего следует посмотреть, какой путь на Святом Древе их соединяет. В данном случае это 22-й путь или путь Лаамет. Во французской школе Таро, путь 12-го аркана, называемого Повешением. Таким образом, если человек полностью перевертывает свои взгляды на свое предшествующее существование, а именно это часто означает карта Повешения, то он сможет получить в качестве результата не нужду, но благосостояние. Если же он боится этой карты, то можно двигаться опосредованно через многие арканы, не один, а в несколько ходов достигая поставленной цели. То есть, изначальный интерпретационный концепт здесь заключается в том, что я априори предполагаю тотальную мобильность, которой нет у тех, кто придерживается только взгляда предзаданного Эпистина. Именно внутри Эпистины бессмысленное становится разрушительным, бессмысленное становится в каком-то смысле воплощенным абсолютным злом. Но вне ее бессмысленное есть золото философов, ибо это одна из высших ценностей, что дана человеку, это его возможность творить. Но не будем более отвлекаться на тему предсказательных или магических практик, так как в нашем докладе речь идет не об оккультных тайнах древнего мира или средневековой Европы, а о том следствии, которое дано всем людям измечаемым. О камне мудрецов, что всегда присутствует с нами, а мы не ведаем о том, что мы так не сказали о богатых, о наших сновидениях. Так как с их помощью человек может создать новый смысл, создать новую парадигму. Ведь не даром носит легенда, что Дмитрий Иванович Менделеев увидел свою периодическую таблицу химических элементов во сне. Это не значит, что любому из нас надо бы прийти во сне эта таблица. Она пришла в голову тому человеку, который всю жизнь занимался ее созданием. Но в контексте старой научной системы она не складывалась. Так как над ученым давлела старая система взглядов, старый дискурс. И вот во сне он видит то, что знает как свои пять пальцев, но видит вне данного дискурса. Он освободившись от него, но освободившись от него, от этого старого дискурса, система складывается в что-то принципиально новое. Происходит научная революция, созидается новый дискурс. И не важно, была ли эта легенда правдой. Этот образ ученого, сотворившего новый мир науки и сна, прижился. Так как является верным в чем-то значительно более глубоком, чем в химии или физике. А именно, в духовной жизни человека. И не случайно другой великий ученый, Вольфгард Пауэль, как свидетельствует сохранившийся материал о нем, также творил свои научные концепции и интерпретируя сны. Этот последний рубеж смысла, границу между тем, что есть и чего нет. Так как несуществующее для нас может появиться и наделить этот мир новой силой, и новой, еще неизвестной в нашей линии ценности. Через рефлексию себя в пространстве открытом мы начинаем создавать новых себя, осознавая себя, разрушая себя старым, созидая себя новым. А если человек сможет действительно превращать серость своих свинцовых будней в золото своих мечт, то сбудется заветное желание человечества и будет обретен камень мудрецов. Однако, внимательный слушатель захочет мне возразить, что если каждый начнет двигать существующую истину в желательном для него направлении, то ничего относительно нынешней ситуации не изменится, так как истинно по-прежнему будет получать статистические случайные толчки из разных направлений, и по-прежнему будет двигаться случайно, а значит, по сути своей, вы никуда. Но это не совсем так. Когда человечество обретет способность работы со своими снами и признает высшую ценность того, что еще не наделено смыслом, тогда двигать мир вперед будут те, кто смогут осознавать открытое бытие более глубоко и более эффективно наделять его новым смыслом. Но это будет уже новым. Более высокий видок спирали, до которого нам еще идти в не одну сольную еду. Завершая свою оду к бессмысленному, я бы хотел сказать еще несколько слов. Я вовсе не претендую на то, что моя точка зрения на природу сна должна заменить другие взгляды и подходы к данным направлениям. Я как раз встаю на позиции многостроенности смысловой реальности и убежден, что различные смыслы, различные системы смыслов могут сосуществовать одновременно. И чем большее количество одновременно сосуществующих смыслов, смысловых веров, чем большее количество мы способны видеть, тем больше у нас будет возможностей, тем разнообразнее будет наш выбор. Ведь для выбора нужно иметь хотя бы две такие модели реальности, чтобы было из чего выбирать. И эту вторую, иную модель, иной взгляд нам и дают наши сны, позволяющие каждому прикоснуться к возможности стать творцом своей собственной новой вселенной. и как адепту франкмассонства сказать «Я рожден свободно». У меня все. Если есть какие-то вопросы по моему докладу, я могу пытаться на них ответить. Какие вопросы у Вас есть, дорогие друзья? В каббалистических традициях мне доводилось как-то читать о том, что очень важно, кому ты расскажешь свои слова. Идеальным считается «добрый мудрец». Кому обычно рассказываешь свои слова? Прежде всего, бумаги. И некоторые из этих слов, которые я считаю действительно важными, конечно же, свои супруги, спутницы жизни. И, так скажем, спутнику по цеховому. Действительно, это очень важно. Я сегодня просто так, как рассказывал в научном таком большем дискурсе, я говорил о психоаналитике, с которой идет работа. Но естественности речь идет вне анализа. Очень важен тот человек, в чье смысловое поле мы включаем свой сон. Так как от этого зависит не только смысл этого сна, но и даже дальнейшая не только наша, но и реальность того человека, которому мы победили свой сон. Спасибо. У кого еще есть вопросы? У меня не вопрос, а наблюдение есть. В том, что действительно, поскольку приходится достаточно много соприкасаться с анализом сновидений, давно заметил, что есть ядовитые сновидения. При рассказе, которых при восприятии и попытке эксплуатации, с тобой начинают происходить какие-то очень нежелательные события, с которыми потом отдельно приходится. отрабатывать их уже. Вопрос такой. Всегда ли мы можем, потому что надо только осознать, что ты делаешь, мы можем выбрать, кому сказать? Или это надо осознать? Если тебе приснется сон, ну не знаю, женская натура такая, что кто позвонил, бывает так, тому первому не сказал. Или все-таки надо для лучшей своей жизни, как бы, сон стараться восстать тому, то действительно настроен на более позитивные нотки, нежели там. Ну, люди по-разному воспринимают одно и то же. Я бы даже сказал, не тот, кто сможет это сделать позитивно, потому что, я говорю, позитивность в данном случае может оказаться им узором. Тот, кто ближе к вам, по-друге. Потому что, во-первых, вы этим влияете и на этого человека, а во-вторых, то есть, станет ли этот человек разделяемым вами, вот этой новой реальности, вам поддержкой, или он станет преградой? То есть, если его первого зрения сущная сон отличается от вашего, даже если это очень хороший человек, он проинтерплютирует вам, что это очень хороший сон, этот сон может для вас стать катастрофой, да. То есть, интересно. А можно подобрать какую-то другую термину без смысла? Я нарочито эпатажный термин, дам, нарочито эпатажный, вот, дабы обострить и, так скажем, привлечь внимание к проблеме, потому что проблема очень важная, а когда мы подбираем, так скажем, эсфемизируем что-то, это не до добра, как правило, не доводит, да. Лучше в данном случае сказать вещь более жестко, я понимаю, что это не совсем точно, потому что сложно подобрать понятие, так как понятие любое находится в зоне дискурса, тому, что решено. Ну, вот слово бессмысленное как-то... Но вот слово дегуманизирование, например, оно не мыска от рук, да? Да. Кстати, у слова Жижека есть гениальная статья Шуман как дегуманист. Вот примерно в этом же смысле, не потому что он хотел себя убить, да, а потому что он смог выйти на внечеловеческий ноль. Я вообще спросил, потому что здесь, опять же таки, в русском дискурсе звучит без... Бессмысленность, да? То есть это не знаю у кого как, у меня есть единственный художник, который написал целую серию пакетов, кстати, крайняя забава, называется «дэштиазм». И там есть без совести, да, без смысла, без сердца, без полезности и так далее, да, то есть все время в каких-то словах возникает этот присутствующий без. Известно. Так же, как в одном из своих детсов, у меня возник без судьбы, то есть на фоне предположения о том, что психоанетики, в частности, мои коллеги, я сам, люди без судьбы, потому что они занимаются чем-то другим, да, но не как за своей судьбой, которое становится хрен его знает как. Вроде бы структурированных людей, физически нет. И вот это присутствие беса немножко смущает, потому что мы его вроде как проговариваем и запускаем мир. «Ну, если мы подружимся с бесом…» Такой «свой молодой Люцифер, да, богофорец?» Да, то есть, ладно, то есть, тоже… Эта реформа состоялась исключительно после «ревалюции» она готова в виде «les». Если я боялся, да, я буду в Вас , ipedia предыли, без преды и преды перей, то что прж Onunify обливали보다Expo. Ну, eject's in this regard. Ну, но им все сейчас «дообрата» для себя, в этом способе описывать процветность. Если у них до Srtauté bubbling, имея в виду проектия соidän помощью, Мне больше всего, если честно, нравится термин Джорджа Оганбина «открытое». Открытое, то есть нельзя войти в открытое, ибо оно везде. Кто меньше всего знает о воде, рыба, потому что она всегда в воде, и, соответственно, она не представляет, что вода вообще существует. Соответственно, для того, чтобы войти в открытое, его нужно закрыть. Вот открытое есть вот это пространство сна. Наделяя его смыслом, мы ставим дверь. Какая это будет дверь и куда? То есть, эта дверь выбираем уже мы. Осознанно или бессознательно, наугадно. Но там может оказаться пропасть. Ещё один вопрос. Большое извините. Мои научные скажи так. В какое место ты отводишь практикам, или, точнее, практикам, феномену осознанности введения? То есть, какие он сообщает на дополнительные измерения, получается? Что это в конкретности? Для меня эта практика ближе всё-таки к бодрствующему состоянию. Если нужно получить очень короткий период, очень много опыта. Потому что пространство сна значительно медленнее, чем пространство бодрствия. И за 5 минут можно там очень-очень много чего сделать. Эта практика полезная. Но, на мой взгляд, самое плохое в практике осознанное сновидение, мне больше нравится термин, афаза. Потому что, а, это не сны. Вот это самое главное. Так же, как и метод Роме, по сути, с сновидениями наяву, это не совсем метод снов. То есть, сны — это всё-таки сны. И глубокое погружение в сон — это отключение сознания. Это возможно установить в сознательной жизни. Это очень сложно. То, что Юнг называл «трансцендальной функцией». Это вообще не для новичков. Это, более того, это даже не для продвинутых. Это не всегда получается. Просто элементарно не всегда получается. Осознанное сновидение, всё-таки, это не сновидение. Это некий иной нотус реальности. Мы же не можем сказать, что гипноз есть сновидение. Это тоже не состояние бодрствования. Просто есть разные состояния вне бодрствования. Вот, в частности, сон, фаза, как осознанные сновидения, и гипнотическое состояние. Любые трансы. В каком-то смысле любые трансы, да. Однако у всех есть разные особенности. В гипнозе это рапорт необходимый. В фазе это включение сознания. То есть невключённость в сон. А если мы не включены в сон, мы уже находимся в фазе закрытого, а не открытого. Вот как бы в чём проблема. Они сообщают нам очень много, как если мы поедем в Африку. Вот сейчас в сознательном виде, или поедем, полетим на Марс. То есть мы тоже очень много чего узнаем. Это другой мир, не мир нашего бодрствования, но не мир открытого. Не мир, лишённый вот этой сознательной нашей функции. Поэтому я бы вообще слово сновидение оттуда очень-очень жёстко резал. Во-вторых, то есть все базовые, так скажем, традиции, идущие ещё от Золотой Зари, всё-таки советуют этим заниматься не ночью. Ну за исключением редких, так скажем, совсем по иронической литературы. То есть серьёзные вещи это всё-таки не ночь. То есть это делание, но не сон. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ